Привет, дорогие друзья, мои прекрасные котейки, с вами Юмилия. И сейчас я бы хотела взглянуть на новый видеоролик от Зенафига под названием «Гарри Поттер и проблемы с девушками». И это у нас, конечно же, переозвучка. Зенафиг выпустил свой видеоролик именно вчера, во время моего стрима. И поэтому в чате огромное количество ребят мне писало сделать на него реакцию. И именно поэтому сейчас я это и сделаю. Ну что, поехали! Нифига, у меня не получается знакомиться с девчонками. Ничего, новичок. Что поделать? У меня все-таки мастер пикапа. Держись рядом, и что ты поймешь, как надо правильно знакомиться. И как же надо правильно знакомиться. Главное знать подход. Смотри и учись. Сейчас Азарханю вон ту великаншу. Хей, бейба. Ну, бейба. Хочешь посмотреть на мой бобовый стебель? Что? Вообще ужас. Ни одна девушка на такой не клюнула бы. Невилл, хватит уже зажиматься тут со своей лягушкой. Вообще-то, это романтическое свидание. Я ее поцелую, и она станет прекрасной принцессой. Вот увидите. Думаю, нет, не станет. Просто признай, что ты боишься девушек. Ничего не боюсь, я умею общаться с женщинами. И я не стою столбом как идиот, когда они со мной разговаривают. И вообще я мужик, видали какая бицуха? А ты симпатичный, может, давай познакомимся? И устолбенял. Неплохо за нафиг обыграл вот этот момент из фильма. Да, классно. Да, она тут узнала, что Рон лайкал ее ванильные цитаты не потому, что они красивые, а потому, что ему нужен был секс. Да неужели? Блин, разве бывает иначе? Конечно, бывает. В последнее время я даже не вижу девушек, которые пишут всякие такие цитатки. Может быть, они просто... Может быть, просто они проходят мимо меня, и такие девушки до сих пор существуют? Напишите в комментах. Ну, я таких вообще очень давно не видела уже. Нервы целы, кошелек в безопасности. Сплошные плюсы. Вот я холостяк со стажем. Не все же девушки лезут в кошелек. Не все же женщины, не дали, как здорово сохранился. Пиво, хоть сейчас с паспортом покупай. Конечно, временами без женщин бывает тяжеловато, но... Со мной ведь всегда мои лекарства. И не говори мне, вот эти башуты. Самое лучшее лекарство. Если тебе нужно с кем-то расстаться, Гарри, просто будь искренен в своих словах. Скажи, например, что вы не можете быть вместе, и, думаю, человек поймет. Попробую. Надеюсь, так и получится. Да уж, а ты вырос. Вроде еще вчера от тебя шарахалась каждая девочка, а сегодня ты уже сам отбиваешься от поклонниц, как настоящий мачо. Да, я такой. Повторяю в сотый раз. Мы не можем быть вместе. Что? Стерва, но я же люблю тебя. Ребята, давайте серьезнее. Нам еще Волдеморта побеждать. После вчерашнего своего стрима я такому не удивлена. Я бы даже сказала, он просто огромный. Слава моей подружке, дайте пять. Ну да. Никто не воспринял шутку Рона. Только я, наверное. Женщина, можно вас на минутку? Тут такое дело. До конца нашей эпопеи. Остался всего час. А мне за всю серию фильмов так ни разу и не перепало. И это даже несмотря на то, что я избранный. Существую тебе, конечно, но я-то тут при чем? Я тут подумал. Может, немного пошалим? Хм, только через мой труп. Собственно, об этом и пойдет разговор. О, опять Малахов звонит. Блин, прекрати уже так намекать на то, что я насилую твой мозг. Да как тут прекратить? Ты постоянно только и делаешь, что пилит. Что? Это фонд кино постоянно только и делает, что пилит. Ну да, а ты еще умеешь злиться без причин. Только когда наступают эти дни. И походу в году их 365. К твоему сведению, в эти дни девушка особенно уязвима. Если ты иногда не можешь по вежливой просьбе тихо-мирно сдохнуть и не мешаться неверно. Тихо-мирно сдохнуть. Но в курсе я про этот твой режим берсерка. Он даже не понял, что произошло. Солгал. Значит, проблемы с женщинами, говоришь? Что ж, на такой случай, Поттер. Тебе потребуется вот это. Довольно мощный препаратец, надо заметить. Всего пара его капель, и твоя висюлька будет стоять дольше, чем автомобилисты на выходе. Вообще, я говорил про другие проблемы. Какие? Ну, конечно, я сразу понял, о чем ты. Даже не знаю, что это. На такой случай у меня тоже есть средство. Добавляется в еду девушка, и уже через пять минут она становится полностью твоя. Круто, что это приворот на зеле? Лучше. Что? Снотворное. Роскомнадзор-то, смотрю, совсем разошелся. Уже колючую проволоку вешают. Вы тоже пришли посмотреть, что за ресурсы они там прячут? Я слышал, у них это называется порносайты. А что это такое? Папа говорит, там хранятся всякие взрослые заклинания, типа заклятия камшот. Заклинания? Я тут почитал? Это, короче, когда в лицо прилетает белая и липкая субстанция. Драко, осторожно! Давайте вы мать! Камшот! Что за глупости? Для этого нужны спущенные штаны и... Тетя Шляпа, все девушки почему-то избегают меня. Скажите, что мне делать? Ну, когда они говорят тебе привет, попробуй не удивляться. Со словами, как я понимаю змеиный язык. Начинай знакомство, например, с улицей. Да-да-да-да-да, это тот момент. Вот, даже птичка отказала Гарри. Начинается потому, что, например, с улыбкой. Вон, можешь попрактиковаться на улице. На улице? Ну да, логично. Да уж. На самом деле, логичный совет. Вот мы с вами и посмотрели новое творение Зенафига. И что могу сказать? Оно, как всегда, великолепно. Больше всего мне понравился момент с бомбящей Гермионой. Думаю, по мне вы это видели. Вот он реально самый-самый топовый. Ну, лично, по моему мнению, в данном видосе. А какой момент больше всего понравился вам? Жду ваших комментиков. Также момент с драка и с тем, как в него прилетел снег. Ну, думаю, вы поняли, о чем я. Был забавным. Надеюсь, вам понравилась моя реакция. И если это так, то поддержите данный видосик своим лайком. И, конечно же, ссылка на оригинал будет в описании. Кликайте и ставьте лайки именно самому вот видеоролику Зенафига. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо вам за просмотр. И всем, мои дорогие, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok